Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но сегодня он совершает баджан в темноте Мы можем постараться его рассмотреть Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сказал Дива-Gaswami Субтитры создавал DimaTorzok Rupa-Gaswami Шрила Джива Гасвами, единственный дикший ученик Шрила Рупа Гасвами, захотел защитить вот эти писания своего Гру Дева и он выстроил вокруг них очень крепкую, такую сильную крепость с огромными стенами для того, чтобы формировать свои философские седанты и таким образом, чтобы никто извне не мог атаковать писания Шрила Рупа Гасвами и никто изнутри сам продает, уже не мог их как-то неправильно истолковать. И затем после того, как Шрила Рупа Гасвами написал вот эти вот шесть Сандарб, затем он написал Крам Сандарбу, где он написал всю последовательность стих за стихом Шриман Бхагаватам. Затем он написал другой комментарий, Лагу Вайшнав Тошани. И еще один комментарий. Он написал Гопал Чампу, а Чампу это вид такой литературного произведения, которое написано прозой, но также в которой вплетены стихи в определенном ритме поэтическом. Поэтому в мире философии никто не сравнится с Шрилой Дживой Гасвами. Он сидел здесь и служил своему гурдеву. Каждый день он намывал стопы из Шрила Рупа Гасвами. И когда Шрила Рупа Гасвами писал свои книги, он давал их отредактировать Шрила Рупа Гасвами, но на самом деле это был только предлог, что нужно было их отредактировать. Он просто хотел помочь Шриле Дживой Гасвами погрузиться в этот нектар и вкушать его эту сладость. И однажды сюда пришел великий Ачарья. И он увидел Шрилу Рупа Гасвами и Рупа Гасвами почтил его. Это был Валаба Ачарья. И он спросил Шрилу Рупа Гасвами, какую поэзию Вы пишете? Могу ли я взглянуть? И Шрилу Рупа Гасвами ответил, да, конечно взгляните. И также из Смирения и Уважения он добавил, что если Вы видите какие-то ошибки, то пожалуйста поправьте. Валаба Ачарья начал читать и он увидел такой стих, в котором говорилось, что желание наслаждение, потом желание йоги-ситхи и мукти это подобно ведьме, которая унесет все Ваше благо от бхакти, которое Вы пытаетесь совершать. И тогда это немного возмутило Валаба Ачарья. Он подумал, что так много людей совершают суровые аскезы для того, чтобы получить милость мукти-деви. А здесь Рупа Гасвами сравнивает ее с ведьмой. И тогда он сказал Рупа Гасвами, если Вы не возражаете, я сделаю некоторые поправки. Валаба Ачарья хотел принять омовение в Ямуне, уже наступило время для омовения. И когда он пошел к Ямуне, то в это время молодой Джива Гасвами был там и он наблюдал за сценой. Он взял глиняный горшок и под предлогом того, что ему нужно было набрать воды, он последовал за Валаба Ачарьей. И он сказал, извините, пожалуйста, а что Вы такое увидели в писаниях моего Гурадева, что Вы хотели бы исправить? И Валаба Ачарья сказал, что мукти-деви очень почитаемо, но мы не должны говорить, что мукти-деви это ведьма. И тогда молодой Джива Гасвами вступил в спор с Валаба Ачарьей, который был старше. И Джива Гасвами уточнил, что никто не говорит о том, что сама мукти-деви это ведьма. Наоборот, это именно Ваше желание к вот этим йогическим силам и так далее. Само Ваше желание является подобной ведьме. И в таком случае, Джива Гасвами бы защитил честь и достоинство своего Гурадева. Это, в самом деле, длительность каждого декабря, защитил честь и достоинство своего Гурадева. И после такой небольшой дискуссии с Шрилой Дживой Гасвами, который был очень молод, Валаба Ачарья был чрезвычайно впечатлен этим молодым юношей его глубокими познаниями. И когда он вернулся, он сказал Шриле Рупа Гасвами, о, вот твой ученик очень квалифицирован. Когда Шриле Рупа Гасвами услышал это, он стал очень серьезен и расстроен. И когда Шрила Джива Гасвами вернулся, Шриле Рупа Гасвами сказал ему, ты не достоин того, чтобы оставаться во Вриндаване, уходи отсюда. Потому что любой человек, кто будет радоваться унижению других, и тот, кому хочется самоутвердиться за счет других, такому человеку нет места во Вриндаване. И сердце Шриле Рупа Гасвами было разбито. Ему пришлось уйти. И он путешествовал, следовавшим джаммуна. И если вы идете на север, за несколько килограмм, отсюда в Бриндаване, там, на банке Джаммуна, вы придете в место, который называется Нандагад. И тогда Шрила Джива Рупа Гасвами отправился вдоль Емуны. И на севере есть такое место, которое называется Нандагад. Через несколько миль отсюда. И там, в заболеванном, заболеванном холле крокодиле, на банке Джаммуна, Джива Рупа Гасвами был там. И там была заболеванная пещера крокодиле, и там Шрила Джива Рупа Гасвами жил. И там он распевал Харинаму. И он чувствовал такую сильную разлуку со своим Гурадевом. И критиковал себя. Он плакал днем и ночью. Он не пил, не ел. Через несколько недель он очень заболел и схудал. И все местные жители окрестных деревень не думали, кто же этот юноша, который совершает такие суровые аскезы и все время плачет Агурадев. И однажды, Санатана Гасвами Пад совершал парикраму в этом районе Нандагарда. Все Бриджбаси очень любят Санатану Гасвами и называют его Барибаба. И один Бриджбаси сказал, «О Барабаба, мы всегда думали, что ты самый отреченный святой здесь, но сейчас мы увидели человека, который кажется еще более отречен, чем ты». «Кто это?» И тогда Бриджбаси сказал, «Пойдемте со мной». И тогда он увидел, в какой сильной разлуке находился Шрила Джива Гасвами. И тогда, хотя бы он не мог ходить, но он помогал его, и он обратил его в Бриджбаси, и оставил его в одном месте. Тогда Санатана Гасвами Пад came here, и Сила Рупа Гасвами говорил Харикатар. Тогда Шрила Санатана Гасвами вернулся сам во Бриндаван, и Шрила Рупа Гасвами рассказывал Харикатар. Санатана Гасвами is older brother and guru of Srila Рупа Гасвами. А Шрила Санатана Гасвами, старший брат и guru Шрила Рупа Гасвами. He said, «Oh, you are giving a very learned discourse, but it seems that you have forgotten the most basic teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu». Он сказал Рупа Гасвами, «Ты даешь такую возвышенную Харикатку, но похоже, что ты забыл самые два базовых, простых принципа учения, которые дал нам Sri Chaitanya Mahaprabhu». И Рупа Гасвами задумался, «А что же он имеет в виду? Почему я забыл учение Sri Chaitanya Mahaprabhu». И он подумал, «Прежде всего, Швей Chaitanya Mahaprabhu сказал, «Намаручи, имейте вкус к воспеванию Святых имен». Но я как раз говорю об этом сейчас. Я написал «Намастаку», «Пославляющее Свято Имя». Он подумал, «Так, переходим к второму учению». «Дживадоя», «Дживадоя», «Показывай милость в живе», «Будь милость в живе». Это означает «Джива» означает «Джива» означает «Живое существо», но также «Жива» означает «Шрила Джива Гасвами». И тогда он понял, что сказал, что имел в виду Шрила Санатана Гасвами. И тогда Санатана Гасвами отвел Рупа Гасвами туда, где в очень измученном, болезненном состоянии лежал в живе Джива Гасвами. И тогда Шрила Рупа Гасвами, при виде своего очень преданного ученика, просто растаял. И он acceptал «Шрила Джива Гасвами» и, с собственными руками, он ухаживал за Дживой Гасвами, он давал ему лекарства, он подкармливал его, чтобы снова привести его в здоровое состояние. И такие любовные лилы между Шрилой Рупой Гасвами и Шрилой Дживой Гасвами произошли здесь. Шрила Рупа Гасвами – это инкарнация величайшей Манджери Шрила Рупа Манджери. Таким образом, все Астасаки – это инкарнация Шрила Рупа Манджери. Таким образом, все Манджери – это инкарнация Шрила Рупа Манджери. Ашрила Джива Гасвами – это инкарнация Вилас Манджери. Среди Астасаки Манджери шесть из них – это наши шесть Госвами. И к ним мы можем добавить Ашрила Кришна Даса Кавираджи – это Кастури Манджери, и Логаната Гасвами – Манджулали Манджери. Кто же был прав в этой ситуации? Совершил ли ошибку Шрила Джива Гасвами? Если Шрила Рупа Гасвами был прав, тогда получается, что Шрила Рупа Гасвами совершил ошибку тем, что отругал его. Таким образом, Шрила Джива Гасвами не совершил ошибку, потому что очень вежливо и также при помощи Сидданте, он защитил достоинство своего Гру Дева. И также нет никакой вины Шрила Рупа Гасвами. Потому что Духовный Учитель есть право, если Адикар отругать ученика, несмотря на то, прав ученик или неправ. Потому что это служение Духовного Учителя, и это его служение очистить сердце ученика. Таким образом, если Гуру Дев вас отчитает за что-то, что вы сделали, это очистит ваше сердце. Если вы можете переварить и принять эту критику, Но это не очистит ваше сердце так сильно, как если Гуру Дев отчитает вас за то, где вы не виноваты. Это атомная бомба для того, чтобы очистить все загрязнение. Так что Гуру Дев выдержит только для очень близких и очень преданных учеников. А для тех, кто очень слаб и очень материалистичен, Гуру Дев выдержит дуть на прохладный рис. Пенте означает, что если вечером остался какой-то рис, То вы можете сохранить его на завтра в холодной воде. А в следующем утром вы можете за завтраком его почтить. Если рис вкусный и холодный, то это очень вкусно. То есть если рис был в горшке, он очень горячий от него и прямо идет пар, то тогда конечно на него нужно подуть. Но если рис и так холодно, он пробыл всю ночь в холодной воде, то тот кто на него при этом еще идует, проявляет очень такую осторожность. Сегодняшний день в Кали-юга, что говорить о испугивании ученика, Критесизмом, что он не сделал. Даже что он сделал, это очень сложно. Гуру всегда нужно бросить и бросить. Будьте очень внимательны. Потому что волатильные, эксплуатальные эгои ученика. Сейчас в Кали-югу, что уже говорить о том, что Гуру может дочитать ученика за что-то, чего он не сделал. Все находятся в таком слабом состоянии, что Гуру, даже если ученик что-то сделал, Гуру все равно вынужден дуть на этот холодный рис, чтобы не сильно побеспокоить эго ученика. В таком случае прогресс будет медленным. Поэтому мы молимся Шри Ви Живи Госвами здесь, чтобы по его милости мы могли стать Сад Шиши истинными учениками. Сад Шиши, Гуру, Хори, Хори! Шри Ви Живи Госвами, ПАДАКИ! Яй! Now we're moving along. Here is the Samadhi of Silla Krishnadajska Arish Goswami. Теперь мы двигаемся и приближаемся к самадке, Шри Ви Живи Живи Госвами. Селя Krishnadajska Arish Goswami, ПАДАКИ! Яй! Хори! Если какие-то пилгримы приходят и они хотят двигаться, то просто дайте им пройти. Свила Криштова Госвами — Инкарнация Каштуриманджи. Он известен в том, что он отдал миру три амритаса. Он известен тем, что он отдал миру три амрита. Он отдал Астакали-лила Радха-говинда в Своей Говинда-лила-амрита. Он отдал Астакали-лилу Радхи-кришна. Он отдал Астакали-лилу Радха-кришна. Он отдал Амрита в Своей Чайтанья-carita-амрита. Он отдал амриту жизни и учений Махапрабху. И это.. он давал connectspost mentioning beautiful commentary on the Krishna Weinamrita of Sri Bhilvamangal Thakur and that commentary is called Sarangaranga Datika. Также написал Sarangaranga Datika, это комментарий на Krishna Konamritu Sri Bhilvamangal Thakur. Продолжение следует... 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 Сколько у вас с собой долларов? Сколько у вас с собой золото? На этой телеге было написано «Амулия дан» Бесценное сокровище И действительно, это бесценное сокровище Но коммунисты думали, что это было в жилах, или в каше, или в грамоте Но работники таможни подумали, что это бесценное сокровище выражено в золоте, или в наличных So, they had confiscated it, and then they became very surprised It was just some worthless pieces of palm leaves Они все рисковали, и были очень удивлены, когда обнаружили, что это всего лишь какие-то жалкие листики, пальмовые листья So, then the kings ordered his ministers, and they returned all the books to Srinivas Acharya And so, by the mercy of Srinivas Acharya, and also his great disciple, king Birham Bir Today, we have the good fortune to be able to read the Chaitanya Taramrita... Sorry, the Bhaktarasamrita Sindhu, Ujwal and Nilamani, and all the Goswami's books And then, of course, according to the book of the king, all the books returned to Srinivas Acharya And now, by the grace of Srinivas Acharya, you have the great disciple of Birham Bir We will have the opportunity to read such wonderful scriptures, such as Srinivas Acharya Like Shri Vaktarasamrita Sindhu, and many others Srinivas Acharya, and Zrinivas Acharya, and you are the great disciple of Birham Bir Субтитры сделал DimaTorzok